Музыка Наверное, мало кто из обычных людей слышал что-то об этой маленькой яркой птичке. Это зеленый органист. Эта птица относится к семейству тонагровых. Обитает во влажных лесах Южной Америки. Зеленого органиста можно встретить даже в горных лесах на высоте 2000 метров над уровнем моря. Хотя он обитает по всей Южной Америке, но его ареал очень сильно разорван. Выделяют семь подвидов зеленого органиста. Они немного отличаются между собой внешним видом и местами обитания. Часто птицы держатся небольшими группами, скрываясь в густой листве. Иногда они селятся на плантациях. Однако это не слишком радует местных фермеров, так как небольшая стайка и таких птичек способны нанести значительный вред урожаю бананов или апельсинов. Длина тела зеленого органиста примерно 11 сантиметров, а вес 12 грамм. У самцов очень красочное оперение. Голубая спинка и сине-зеленые крылышки оттеняются ярко-желтой грудкой. Вверх головы и затылок желтоватые. Нижняя часть головы и шея зеленые. Область вокруг глаз нежно-голубого цвета. Самки окрашены немного тусклее. Птицы неплохо поют, правда до соловья не дотягивают. Питаются фруктами и ягодами, иногда едят насекомых. В брачный период самцы демонстрируют самкам свое великолепное оперение, надеясь поразить их на повал. Когда же им это удается, то сформировавшаяся пара строит гнездо чешеобразной формы, располагая его в кроне высокого дерева. Гнезда строят с боковым входным отверстием. В строительстве используют мох и вытянутых из почвы стебли с корешками, а также землю и другие органические материалы. Пока самка высиживает кладку, самец добывает пищу и для нее, и для себя. Вылупившихся птенцов кормят оба родителя. Нравятся ли вам такие яркие птицы? Напишите в комментариях, о каких птицах вам хотелось бы еще узнать. Субтитры создавал DimaTorzok